Всех доброго утречка! Везу девчонок в садик И потом конютки опять в больницу Что нам скажет доктор сегодня Должны уже готовить к выписке Еще надо заехать справочку Взять с места жительства На бесплатный садик Чтобы кормили бесплатно И вот у нас так вот все позамерзало Сегодня ночью был маленький морозик Такой вот Но днем обещали плюс 6 Так что это не страшно В доме тепло Пока что обогреватель у нас справляется Так как нет центрального отопления Пока Так что вот такие вот у нас Погодные дела Поехали в садик Да Ну класс И говорите всем привет-привет Всем привет Доброе утро Ксюшка захотела себе рыбку Говорит у Варьки Есть питомец Котик А она хочет рыбку Потому что она кто? Рыбка Да? Да Ты родилась под знаком Ну конечно А вот сверху Господи Не вижу ничего Печенки Сядьте пожалуйста На место И не скакай Сядь пожалуйста Варюша Я Ксюшечке Обещаю Купить Рыбку Когда хотя бы Немножечко Мы Сделаем лимон В доме И станет Не в тепло Какую тебе Игрушку Купить? Котика тебе Купить? Да У тебя есть питомец У тебя нет Зайчик У тебя будет питомец Ну ты же хотела рыбку Я не хочу Почему? Что будет? А котик Мы будем Лешину рыбку А что у Леши Рыбки разве А то что он будет Ловить на речке Да Класс Ну это хорошая идея Конечно А моему А моему Не надо А моему Не надо Я хочу Золотую Золотую рыбку Класс Вот это здорово Ну давай У тебя скоро день рождения Ксюшенька Мы с папой поговорим Как тебе лучше Да? Ну вот у нас аквариум Есть В аквариум Все есть Ну почему бы Не купить тебе рыбку Просто в доме Немножко холодно Рыбке Должно быть тепло А у нас в доме Немножко холодно А в комнате Где мы сейчас живем Там нету места Ставить Поэтому может Давай немножечко Подождем До весны Когда станет тепло И когда немножечко Мы ремонт сделаем В большой комнате И ты хочешь Уже золотую рыбку Ну Аня У тебя есть У тебя Хочешь тут за два петонца Да Мама нет Что? Точка Болезучка Где? Котик Не отвлекай меня От дороги Пожалуйста Конечно полиция Уже колодки так стерлись Ужас Ужас Надо заказать Сегодня колодки Мне для машин Пускай Этика мне поменяет их Потому что машина Уже на техобслуживании Не была Ооо Из пожара Наверное До пожара То есть я год уже Катаюсь Так Ну а немножко переехали Вот так вот Можно остановиться За 10 метров До Пешеходного Перехода Все девчоночки Стартуем Садик Все Один пошел Другой пошел Я просто Абсолютно Эээ Девчонки У кого перчатка выпала У Варька У тебя Ну-ка Повернись А друга есть? Есть Пошли Матусик Доброго дня Итак Девчулик Мы отправили Детский сад Блин, за этой простудой Так у меня губы Ооо У меня еще губы Так губы у меня Сушатся Что-то ужас Ооо, блин Затекаем Помаду купить Надо зайти сейчас Взять Справочку Состава семьи Подать Документы в садик На бесплатное Обитание Я люблю делать Вот Если я настроилась Делать что-то В один день Это надо мне собрать Все свои дела Проездить по всем инстанциям И все это сделать сразу Потому что Откладывать И каждый день Понемножку Я так не могу У меня не получается У меня Я то забуду То то забуду Я все собираю Все в кучу Себе планирую маршрут И вот Действую Как говорится Действую У нас Паспорт Работает Восьми часов Так что Вот У него такой Вот День со мной А потом Едем к Анюнче Что нам скажут Классно сделали Прикольно Вот для идеи Последующий день И год Это из-под долгов Крутяк Классно Не знаю Открыто Может сюда А не Что паспортный стул Сегодня работает Прекрасно Сегодня На выходе И работа Все Взяла я справку Супер Дали без всяких проблем Очень быстро И почти без очереди Что я очень сильно люблю Хотела поговорить с вами О медицине Которая у нас сейчас Встала в Украине Ну по крайней мере В нашем городе Я честно Очень удивлена была Оперативностью И Милосердностью И как так правильно сказать Или просто Это наверное Уже остались Все люди На своих местах Которые именно Это дело Их не жизни Потому что Такое человеческое отношение До этого Какое-то хамство Постоянно было Что-то Вечно недовольные Что-то Вечно Требовали Требовали Ну понятно Что Понятно Что они Не могут Сделать Большего Чем Хотелось бы Да Конечно Было бы Классно Если Были бы Бесплатные Они-то есть При том Что Многодетная Семья Мы должны Пользоваться И Милицинское Обеспечение Бесплатно Все мы это Понимаем Но на практике Этого нет Но при этом Доктора Настолько Оперативно Сработали В отношении Анюты Мне Очень сильно Понравилось В принципе И в роддомах Наших Тоже Точно так Я могу Сну Как бы Я Нечастый Гость Слава Богу И мы И я И дети В больницах Вот Так Девочки Переходите Девчу Любили Хотите Но Даже Вот В роддоме У меня есть Два доктора Которые Принимали Роды И они Супер Ну я Конечно Два раза Я в одного И того же Попадала Просто на смену Не нанимала Его Как лечащий врач Гинеколог А Просто попала У него смену Отлично Просто Варвару Василису Он принял На уран Конечно Хочется Отблагодарить За такую Проделанную работу Отличную Проделанную работу А вот С Анютой Они Так Оперативно Они Прям Вот Я Я просто Видела 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 Их Видела Как они Переживали По Поводу Ее Вот Этого Заболевания Как они Прям Ну реально Переживали Они От нее На минутку Не на секунду Не отходили Один пришел Другой Пришел Они смотрели Они Все А вот Они Вплоть до Секунд Считали Когда Должно Наступить Облегчение Ей И говорят Нет Не будем Рисковать Все Переводим В реанимацию То есть Когда Это все Оперативно Это все Они Какое-то Первичное Сняли Такой Вот Отек Но Сказали Что Они Дальше Бессильны Они Признались В этом Что Мы Дальше Бессильны Это Должна Быть Только Реанимация Они Объяснили Что Именно Там Будут Делать То есть Какие Будут Манипуляции Происходить Чтобы Меня Допустим Не напугать На Ребенка Не напугать Как-то Все Так Вот Правильно Я Смотрю На Эту Ситуацию Уже Прошла Неделя Вот Я Смотрю Уже Немножко Я Уже Вообще Отошла У меня Уже Ребенок На Поправку На Выпуск Уведет Вот Конечно Молодцы В Реанимации Один Доктор С Юмором Он Мне Чем-то Напоминает Не знаю Потому Что Наверное Этот Кризисный Центр Реанимация Где Такие Сложные Ситуации Они Все Принимают Это Через Юмор Это Очень Здорово У меня Такая же Защитная Реакция У меня Улыбка И смех Как бы Мне тяжело Не было Я иногда Могу Застопориться Начну Плакать Но В основном Когда я знаю Что Допустим Это Касается Ребенка И Ему Нельзя Показывать Я буду Улыбаться Сквозь Силы Но Это Как-то Облегчает Ситуацию А Насчет Докторов Они мне чем-то Напоминают Прагина Сериала Скайфосовский На юморе С анекдотами Такие Прям Молодцы Прям Переводят Из кризиса В Смех Как говорят Смех Продлевает Жизнь Вот И улучшает Состояние Здоровья Поэтому Умнички Вот Умнички И так Прям Популярно Все объяснили Что делать Что не делать Не все Доктора Объясняют То есть А Местный Педиатр Вам объяснит Или там Читайте Где-то Книги Потому что Сидром Квинки Аллергия В такой степени Это конечно жесть Я вчера Насмотрелась Уже Я ночью Спала Мне сначала Не говорили Как это называется Я ну Аллергия Или аллергия А это Квинки Это Оно Настолько Моментально Оно Настолько Страшно Просто За пару Минут Можно Потерять Человека Близкого Чужого Не важно Я по поводу Этого Еще Сниму Сниму Свой ролик О той ситуации Как мы Попали Что вообще Случилось Почему Причина Такая Где там Красный Не красный Что вы Так сиеете Как будто Он без Граничный Тут Зеленый И это Все И он Честно Объяснил Что это Уже На всю Жизнь То есть Нету Лекарств От этого Заболевания Хотя Смотрела Мы Вылечились Вы Не Вылечились Вы Залечили Это Может Проявиться В любой Момент И это Очень Страшно Потому Что Ты не Знаешь Дети Таблеточки Супрастинов Уже В данной Ситуации Уже Могут Не спасти Не помочь Это Уже Надо Более Действующие Какие-то Препараты В виде Смотрю Я тут Тоже Не Вот В виде Адреналина То есть Должны Быть Укол Адреналина Или Ампула Чтобы Дать Хотя бы Пару минут До приезда Скорой Какую-то Возможность Дышать И Жить Поэтому Ну Это сложно Мне Анютка Попросила Вкусных булочек У нас На территории Больницы Вкусные булочки Продаются Вкусные Хот-доги Французские Она прям Ну не знаю Сказали Меньше химии Ну сосиска Хлеб Ну без горчицы Возьму Потому что По устроению Было Так что Пойду я Канюточке Так Здравствуйте Здравствуйте Еще раз Сегодня пятница Будет у меня Влог За два дня За четверг И пятницу Да Вот Не смотрите Чтоб они стоят Триста тысяч Мне подарила Ее сестра Вообще-то Вот Ну это так К слову Кто смотрит Кто знает То есть Уже Это будет Наверное Таким Коронным Номером По поводу Шуб По поводу Этого всего Ну ладно Упустим Что мы сейчас Делаем Сейчас я еду В садик Сейчас позвонят Есть заведующая Нет Напишу заявление На бесплатное питание Заеду на почту Надо отправить Посылочку Знакомым И У меня Выписали Анютку Выписали Надо ее забирать Потом мы зайдем В магазин Надо новые Тетрадочки купить И наверное Заедем еще В лицей Я перевела Анюту Со школы В лицей Там С 10 класса Углубленный Английский язык Плюс дополнительно Немецкий Так как она У меня Хочет поступать На переводчика Не знаем Или в Москву Поедет Или может В Украине Останется Мы еще не определились Посмотрим По факту Еще два года Еще может Много-много Чего поменяться Поэтому Едем Забираем Ребеночку Стало намного Лучше Ее уже Можно домой Так что Поехали Вот Теперь Поздоровайся С нашими Подписчиками Ну все Выписали Забрали Едем сейчас За тетрадочками Да В норму Едем за тетрадками Нормально себя чувствуешь Прекрасно Свежий воздух Хорошая погода Так что Едем покупать тетрадки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok